Мы являемся объектом первой категории с точки предприятия выбросов загрязняющих веществ. Поэтому к нам и соответствующие требования со стороны надзорных органов это и Роспотребнадзор, это и Ростехнадзор и прокуратура соответственно. Мы постоянно подвергаемся проверкам, как плановым, так и неплановым. Последняя плановая проверка была в 2017 году у нас, проверял нас Роспотребнадзор совместно с прокуратурой, с привлечением слати, это лаборатория, которая занимается инструментальными замерами. Все наши выбросы соответствуют нормативам, никаких нарушений в процессе проверки не выявлено. Очередная плановая проверка у нас намечена на конец этого года, декабря месяца. Результаты этой проверки будут известны там, в районе 2022 года. Основными источниками выбросов на Назаровской Вирос являются 4 домовые трубы, которые вы все видите, 2 по 150 метров, оборудованы очистными сооружениями в виде батарейных циклонов с КПД от 89,7 до 91,6%. И две трубы 3 и 4 оборудованы электрофильтрами с КПД от 95,5% до 97%. Соответственно, мы по мере возможности стараемся выбирать в работе оборудование, имеющее электрофильтра, это блоки 5,6 и 7. Но в связи с тем, что у нас есть три точки поставки 110 кВт, 220 и 500, а 110 кВт является напряженной зоной с точки зрения Ачинского района, и РДУ постоянными режимами ставят генераторы первого и третьего блока. То есть там оснащение у нас БЦУ и, соответственно, КПД несколько хуже, чем на электрофильтрах. По работе в 2021 году, в период, указанное 2 марта, у нас в работе находились 1, 2, 3 блоки в двухкотловом режиме с нагрузкой 100 мегаватт при номинальной мощности 146, и блок 4 находился в однокотловом режиме с нагрузкой 55 мегаватт при номинальной мощности 146. Соответственно, выбросы значительно были меньше, чем возможны по нашим нормативам. Нормативы у нас утверждены Росприроднадзором, так же как и разрешение и действует до 31 декабря 2022 года. К концу 2022 года, в связи с тем, что мы объект первой категории, мы будем получать комплексное энергетическое разрешение и впоследствии, в течение 4 лет, будем устанавливать переборы прямого контроля за выбросами Назаровской ГРС на 4 дымовые трубы. Как бы все интересные затраты, которые мы тратим на ремонт газочистного оборудования нашего установки, то могу сказать, в 2020 году мы на это потратили на проведение капитальных и текущих ремонтов 14,5 миллионов, в 2021 году запланировано 9,5. Но это без учетов неплановых ремонтов, которые мы обнаруживаем при осмотре установок, находящихся в резерве. Ну, вкратце, наверное, все, как бы, никаких аварийных, как бы, институтных ситуаций у нас не было. Кому-то стало, кому-то стало понятные вещи. Да, простым языком, вот на ВАПе, блядь, обосновано вот то обращение, которое... С точки зрения, то есть, выбросов, они у нас есть, как бы, мы от этого нигде не денемся. У нас уже три года введен НМУ, то есть, когда у нас бывают такие непрятные условия, что наши трубы, они по проекту рассчитаны на рассеивание такое, что в принципе, вот таких отложений не должно быть видно на снегу. Но когда есть ситуация с изменением давления, с потоками ветроизменяющимся, может прижимать, как бы, наши выбросы, и они могут быть, проявляться на снегу. Но НМУ не объявлялись в этом году ни разу этой зимой. В том году объявлялись, мы, соответственно, владели мероприятия, у нас есть разработанные НМУ, но в этом году не объявлялись, поэтому... Единственное, что я заметил, что 2-3 марта у нас ветер был не свойственный по розе ветров южный и юго-западный, а был северо-восточный, а это красное направление на поселок. Просто вот этот год мы разговаривали с жителями поселка Горс, я вот с мужиками разговаривал, которые на Грессе всю жизнь отработали. Они говорят, такого никогда не было. Вот такой ситуации не было никогда. Вы понимаете, что вот такой слой грязного снега, это ужасно. Я же не говорю, что я оправдоваться не буду, что это все от нас. То есть, в печное отопление тоже никто не убирал, чем... Но в поселке-то Борг, господи, конечно, это не трубы домовые. И в Дорохово есть. А в порозе ветров Дорохово как раз накрывает поселок? Нет, я поселок Борг говорю. Я понимаю, но в Дорохово-то в порозе ветров накрывает поселок строителей. Ну, поселок строителей может быть накрывает, но я... Нет, я же... Я не оправдываюсь. То есть, и наши... Это выбросы не наши, я не могу утверждать. Но то, что мы выбрасываем, и у нас как бы есть нормативы, мы их не превышаем. Я только об этом хочу сказать. Ну, я так понимаю, что мы хотим... Элитахильтра мы хотим установить на первый-четвертый блок. Но у нас в связи с тем, что станция строилась в период, когда была экономия, она очень компактная. И пока ни одно подразделение в России не может нам предложить. Мы приглашали уже Экондор, которая у нас фирма, лидирующая по производству элитахильтрок. Они приехали, пообещали, уехали, посчитали, сказали, ну нет, это только сносить дымовые трубы, перестраивать их. Ну, в 50 метрах от существующего места. Ну, как-то совсем... И еще один вопрос. Дальше коллеги будут говорить, наверное, еще. Вот понимаете, вот мы затронули вопрос современной станции, несовременной станции. Да, пример очень поразительный. Это поселок Шар-Нидор. И город Шар-Нидор. Потразительный пример. Я понимаю, что станция строилась гораздо позже. Наверняка там она более современная. Там электрофильтра стоят на всем блоках. Михалыч, какая высота дымовой труб? 300 метров? Нет. Там рассеивание идет как раз на нас сюда. Она 250, самое большое. Вы, мужики, я с виду дурак, а так-то я умный. Понимаете, когда вы говорите про высоту, я понимаю, это отдаленность. Это рассеивание. Это рассеивание. А мы сейчас говорим, вот, визуально выброс, визуально. Когда мы его просто не видим. Вот в зимнее время, вот это другое дело. Так я и говорю, что можно же что-то здесь-то придумать. Я же вам объяснил. Пятый, шестой, седьмой блок, вы тоже у нас, когда он работает, вы не видите, как он работает, кроме выходящего пара. А когда тепло, вы просто не увидите. А первый, четвертый, вот ни одна организация не берется помочь нам. У нас же есть ни одна мазарская гресса, но все-таки еще раз берется. Речь идет про бензопирен. Именно по этому показателю мы превышаем. А не по твердо взвешенным частицам, про которые мы сейчас как бы обсуждаем ситуацию. Скажите, а бензопирен влияет на темноту снега? Нет. Ну вот. А кто может быть являться источником? Что именно? Бензопирен. Бензопирен это тот, кто сжигает зодкое топливо, это транспорт. Транспорт. Источником бензопирена, гора, являются автономные источники с теплоснабжения, то есть частный сектор. В Назаровской гресс бензопирен присутствует в выбросах, но в размерах там 0 и 7 нулевых запятой. То есть для большой энергетики бензопирен не свойственное вещество. Поэтому говорить о том, что бензопирен может быть. Вот зола наша. Зола наша. Продолжение следует.